Настоящие северные олени встречали посетителей парка «Скидские пруды», которые пришли на церемонию зажжения ёлки. А потом на пути встречались ледяные великаны, словно сошедшие со страниц сказки, и, конечно, персонажи весёлых историй, развлекали юную публику ёлки. Сюрпризом для Деда Мороза стало фаер-шоу. К счастью, никто не растаял на жарком представлении укротителей огня. Я обратила внимание, что у нас в России с каждым годом, всё и раньше, раньше мы начинаем готовиться к Новому году. И тут наступил только декабрь, а уже везде всё украшено. Ну, конечно, это гирлянды разноцветные, это предновогоднее настроение, мандарины. А это уже Ходькова в парке Покровский тоже зажгли новогоднюю ёлку. Раз, два, три, наша ёлочка горит! Ребятам, участникам конкурса ёлочных игрушек, вручили грамоты и подарки. Самодельные украшения появятся на ёлке около культурного центра Елизаветы Мамонтова. Ну, а новогоднее настроение, судя по всему, уже витает в воздухе. Зима наступила, снег, ёлку поставили, что очень радует. Детям раздолье, вот сейчас будем кататься на ледянке, на санках. 150 парков Подмосковья уже готовы к Новому году. Горят огни на ёлках и праздничной иллюминациям, так что за новогодним настроением можно отправляться туда всей семьёй. Оксана Мирошникова, Илья Халяпин, Дмитрий Зайчиков. Программа «События». Илья Халяпин, Дмитрий Зайчиков.